МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Факты происшествия». Здравствуйте. В сочинской больнице по-прежнему в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших в аварии с КамАЗом. Под колесом наготонной машины попали женщина с 8-летним ребенком. Как выяснили инспекторы и подтверждает видео, с места ДТП пешеходы переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора по зебре. Водитель грузовика проскочил на запрещающий сигнал и сбил людей. Под колесом наготонника едва не угодили еще несколько человек, которые шли по переходу. Это случилось в Адлерском районе. Избежать более печальных последствий удалось чудом. Пешеходы попали между колес КамАЗа и получили различные травмы. По словам очевидцев, женщина серьезно повредила ногу. По факту случившегося проводится проверка. Некоторые из нас становились свидетелями дорожных происшествий, в которых страдают люди. Но не все знают, как в таких ситуациях необходимо действовать. Важные советы сегодня дадут спасатели. Об этом нужно знать каждому. Подробности в следующем материале. Дорога – место повышенной опасности. Ежедневно на Кубани происходит ДТП, в которых страдают люди. Конечно, лучше, чтобы помощь пострадавшему оказывали профессионалы. Но бывает так, что времени ждать нет, поскольку существует угроза жизни человека. Очевидцем автокатастрофы может стать каждый. Я расскажу, как правильно помочь пострадавшему. Сначала вызовите спасателей с мобильного телефона в 101. Оцените обстановку. Убедитесь, что вашей жизни ничего не угрожает. Смотрите, под машиной пятно бензина. Значит, может быть пожар. Чтобы этого избежать, отключите аккумулятор поврежденного автомобиля. Засыпьте бензиновое пятно с землей или песком. Если спасатели и медики уже близко, то лучше не трогать раненого. Человек может быть зажат в автомобиле. В этом случае понадобится помощь квалифицированных специалистов. Но если угроза жизни сохраняется, есть возгорание или машина может перевернуться, действуйте быстро. Одна из самых распространенных травм во время ДТП – перелом шейного отдела позвоночника. Поэтому прежде чем извлечь раненого, нужно наложить шину из подручных средств, например, кофты. Отстаньте ремень безопасности. Если не получается этого сделать, срежьте его ножом. Извлекая пострадавшего, сохраняйте его позу. Лучше не делать этого в одиночку. Позовите кого-нибудь на помощь. Сдвиньте пострадавшего к проему двери. Один из вас должен пропустить свои руки через подмышки раненого. Другой – подхватить его колени, если они не повреждены. Аккуратно достаньте человека из автомобиля и отнесите его на несколько метров от машины. Положите его на твердую ровную поверхность и ждите скорую помощь и спасателей. Суровыми в Челябинске могут быть даже беременные женщины. Это доказала дамочка, которая устроила потасовку на дороге в Адлерском районе Сочи. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, как элитная иномарка с красивым номером с тремя А. Не уступила дорогу минивену, который имел преимущество. Машины остановились, и к автоледи за рулем немецкой люксовой легковушки подошла женщина, чтобы выяснить отношения. Но в ответ беременная девушка устроила потасовку с рукоприкладством. Чем закончился спор неизвестно, но пользователей, которые в соцсетях посмотрели видео, инцидент возмутил. Поскольку девушка не подумала о малыше, который мог пострадать. Ну а дальше расскажем о дорожных происшествиях, которые случились в краевой столице. Нужно отметить, что краснодарские водители оказались более сдержанными и после ДТП вели себя куда воспитаннее. Ксения Попова изучила кадры дорожных происшествий. Сам поставил машину под удар на красные колени на владелец темного хэтчбека и не стал уступать дорогу встречному автопотоку при повороте. Он вылетел прямо перед седаном, водители не стали вызывать ДПС и договорились между собой. Не пожалел ни свою машину, ни чужую. На Старокубанское и Сормовское ошибка владельца белого седана стоило двух разбитых иномарок. Он попытался пересечь перекресток, когда автомобильный поток уже начал движение. Участники аварии перегородили дорогу и другим автовладельцам пришлось по встречке объезжать место ДТП. Он просто ехал прямо, а надо было налево. Классическая схема ДТП на Ялтинской и Уральской. Вопреки знаком разметки и пути следования остальных участников движения, владелец легковушки почему-то решил поехать прямо по Ялтинской. То ли наглость, то ли банальная невнимательность, но итог в любом случае обидный. Совершил обгон на перекрестке, да еще и по встречной полосе. Лихач устроил аварию на красных партизан и Котовского. Светлый кроссовер, сворачивая на главную, не включил поворотник. В этот момент на скорости слева его обогнала иномарка и машины столкнулись. Да так, что паркетник едва не выскочил на тротуар. Тут без автоинспекторов не обошлось. Еще несколько хулиганских выходок водители на Кубани запечатлели очевидцы. Один из лихачей попал в поле зрения в Краснодаре. Шофер такси решил объехать пробку по газону. Правыми колесами он двигался по зеленой зоне, а левыми по проезжей части, цепляя дном автомобиле бордюр. А в Армавире любитель ночной жизни, видимо, решил разбудить всех своим присутствием. В 4 утра он устроил веселые и очень громкие покатушки по городу. Напомню, что возмутителям спокойствия, которые без разрешения устанавливают на свои машины спецсигналы, может грозить штраф до 5000 рублей или даже лишение прав на полтора года. Еще один лихач был замечен в Сочи. Владелец элитного внедорожника решил прокатиться по тротуару. Свидетели инцидента рассказывают, что он даже не объезжал пробку. Движение по дороге было свободным. Видимо, нарушителю захотелось новых впечатлений. Но путь оказался недолгим. Пешеходная зона оказалась перекрыта клумбой. Сегодня в ГИБДД сообщили, что личность нарушителя установлена. Это 30-летний житель Красноярска. Он оштрафован на 2000 рублей. Автоинспекторы Сочи нашли новый способ борьбы с неправильной парковкой. Помогает им в этом местные жители. Дорожнополицейские наладили связь с горожанами, которые сообщают сотрудникам ДПС о нарушении. Таким образом, правоохранители определяют участки, где чаще всего водители бросают свои машины и направляют туда экипаж полиции. Стражи порядка, неся службу, отпугивают любителей неправильной парковки. Ну а те, кто все же посмелее и решается бросить автомобиль в неположенном месте, остаются без транспортного средства. Его увозят на эвакуаторе на штрафстоянку. Вы же прекрасно понимаете, что если вы покинете автомобиль, мы будем вынуждены вызвать эвакуатор и переместить ваше транспортное средство на ближайшую штрафстоянку. А в данный момент штраф вам 1500 рублей. Документы ваши у меня. Пойдемте составим материал в отношении вас. Добавлю, что по данным автоинспекторов, новые меры помогли снизить количество эвакуированных машин. А в соседней Ростовской области таможенники остановили микроавтобус с живым грузом. 33 обезьяны и 8 носовых ехали из Сочи в Москву. Внимание силовиков привлек странный звук из кузова машины. При досмотре они обнаружили клетки, в которых перевозили хвостатых нелегалов. Документов на животных у водителя не оказалось. По его словам, мартышек и носух он должен был доставить из сочинского питомника в частный зоопарк Москвы. Но там их уже вряд ли дождутся. Было принято решение отправить приматов на временное содержание в ростовский зоопарк. Там они проведут время до тех пор, пока сыщики не завершат проверку. Им предстоит выяснить, откуда родом обезьяны. И не относятся ли они к видам животных, защищенных конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения. Известно, что среди найденных обезьян есть несколько приматов, занесенных в Красную книгу. Фокус, который может вызвать проблемы с законом. Покупатель одного из краснодарских магазинов обманул продавцов, используя ловкость своих рук. Кадры, снятые камерами наблюдения, наглядно это демонстрируют. Мужчина у прилавка ждет, когда ему отдадут сдачу. Сотрудник магазина отчитывает несколько купюр и передает их клиенту. Тот мгновенно кладет одну банкноту в карман. Покупатель пересчитывает деньги и делает вид, что продавец ошибся. Он просит вернуть недостающую купюру, что обманутый молодой человек и делает. Стоит отметить, что такие действия могут быть расценены как мошенничество, а это уже уголовная статья. Превысил барьер житель Турции, лишился денег на границе. Наличность конфисковали таможенники Сочи. Мужчина, проходя по зеленому коридору, сообщил силовикам, что везет с собой небольшую сумму денег. При подсчете выяснилось, что он перемещал больше 10 тысяч долларов США, почти 25 тысяч рублей, а также украинские гривны и грузинские лари. Как выяснилось, турист из Стамбула не знал, что такое количество наличности необходимо декларировать, чтобы вывезти ее из страны. Статьей 16.4 Коап России «Не декларирование, либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств» предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1,2 до 2-кратной незадекларированной суммы наличных денежных средств, либо конфискации предмета административного правонарушения. Мужчине отдали 10 тысяч долларов, которые не подлежат декларации, остальную сумму конфисковали. Добавлю, что такое ограничение на ввоз и вывоз наличности касается любой валюты. 10 тысяч долларов – это эквивалент, на который ориентируются таможенники в соответствии с действующим курсом рубля. Ограничения не касаются стран, входящих в Евразийский экономический союз – это Россия, Армения, Киргизия, Белоруссия и Казахстан. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Далее эфир «Кубань-24» продолжит программа «Факты». Далее эфир «Кубань-24» продолжит программа «Факты».